В чем, правда, и вымысел применения солициловой кислоты в огороде для наших растений? Об этом поговорим сейчас, и с вами я, Сергей Жардецкий. Начинаем! Первый факт. Солициловая кислота – это действительно гормон растений, который отвечает за его иммунитет и здоровье. И это абсолютный факт, который полностью доказан, как бы некоторым зрителям в комментариях не хотелось написать о том, что гормоны – это только прерогатива человеческого организма. Гормоны есть у большинства живых организмов. Солициловая кислота играет ключевую роль в защите растений от большинства известных патогенов бактериального, вирусного происхождения, оомицетов и грибков. Это и всем надоевший фузариум, и альтернария, и ботритис – все, что вы знаете. И, кроме того, солициловая кислота играет роль в устойчивости растения к абиотическим, так сказать, природным климатическим факторам. Второй факт, и это научно доказано. Я объясню его на примере всем известной поговорки «ццо занатто, то не здраве». На нашем языке это звучит примерно как «всему знай меру». Но только мера для всех разная, и мы как раз эту меру обычно при использовании солициловой кислоты как раз и не знаем. Но вы понимаете, мы люди, допустим, да, и все разные, и при этом для каждого своя мера во всех буквально вещах. Что для одного хорошо, то для второго будет плохо. А вот для растений мы эту меру тем более не знаем. Ну, точно так же, как самое сложное лекарство для человека, никто не будет пытаться использовать их самостоятельно. Мы всегда пойдем к врачу и получим назначение, что, где и как использовать. И это правильно. В отношении растений, ну, наверное, я вам сейчас попытаюсь рассказать то, что уже известно науке. Очень много исследований в последнее время вышло по иммунитету растений. Но что касается солициловой кислоты, результат неутешителен. Нету стопроцентной концентрации, которая стопроцентно гарантирует успех в иммунитете и здоровье растений. И вот это самая главная сложность. Но я попытаюсь еще проще объяснить, как ее использовать. Итак, простым языком. Вот у меня стандартный флакончик солициловой кислоты. Двухпроцентный, 25 миллилитров. Такой продается в аптеке и стоит меньше одного доллара. Так вот, я скажу вам наиболее применимую и более-менее универсальную концентрацию, которая не повредит растениям и подходит для большинства их, тех растений, которые у нас есть в огороде. Итак, такой флакончик 25 миллилитров, 25 кубиков, кому как более приятно слышать, на примерно 4-5 литров чистой воды. Запомните эту концентрацию. Один флакончик 25 миллилитров на 4-5 литров. Не рекомендуется ни меньше, ни больше. Показано и очень много по этому поводу есть статей, что концентрации излишне маленькие и излишне высокие могут приводить к тому, что растение останавливается в развитии, просто замирает. Вы опрыскали, послушали блогеров, растение замерло, и вы не понимаете, что происходит. И результата нет, а может быть даже хуже. Крайняя степень негативного влияния – это растение погибнет. Вот так действует ксалициловая кислота. И теперь практические рекомендации. Лучше всего утречком мы берем в то время, когда у растений устицы максимально открыты, берем, заряжаем весь этот раствор, полученный в пулеверизатор, и делаем максимальное давление и максимальное распыление, направляя струю вертикально снизу вверх, для того, чтобы опрыскать нижние поверхности листьев там, где устиц максимальное количество. Однозначно. Если добавить такой пузырек на 1 литр, а для некоторых растений уже на 2 литра, то тяжесть обычных для наших растений заболеваний может усиливаться на 500%, это в 5 раз. Ну и факт номер третий. Опрыскиваем не с целью увлажнить полностью все растение, а с целью дать растению, что называется, пинок, чтобы оно само справлялось со всеми заразами. Следующий факт, это то, что такая концентрация, которую мы будем использовать для опрыскивания по листу, может привести к гибели растения, если этим раствором поливать растение под корень. Такая концентрация для растения под корень недопустима. Растение впадает в ступор, как кома для человека, оно не может ни развиваться, ни погибнуть, поэтому такая концентрация просто может подойти для использования в качестве вазонной воды, когда вы срезали цветочки и хотите, чтобы они дольше простояли. Тогда такая концентрация заморозит, скажем так, гибель растения уже срезанного, гибель цветочков. Ну и пятый факт. Очень маленькие концентрации солициловой кислоты могут приводить к тому, что у растения появятся дополнительные корни, их большее количество, лучше они будут работать. Внимательные зрители, конечно же, спросят, только что я говорил о том, что поливать по корням нельзя, но я говорю о еще меньшей концентрации. Итак, для полива под корень, для улучшения питания растения делается следующая концентрация. Из такого флакончика 2% солициловой кислоты 15 капель на 3 литра обычной воды. 15 капель. 20 капель уже может привести к тому, что растения становятся в развитии. Ну и вопрос, как часто можно обрабатывать растения таким раствором? С гормонами шутить нельзя. Поэтому, если ваше растение находится в хороших условиях и не страдает абсолютно, и не склонно к заболеванию, то есть вы видите, что стоит сухая, хорошая, теплая погода, то обрабатывать таким раствором можно примерно один раз в месяц с целью улучшить урожай, улучшить качество плодов, улучшить даже их количество и размер. Вот именно к этому приводит однократная обработка таким раствором солициловой кислоты. Именно флакончик на 4-5 литров. Если же ваше растение начинает испытывать какие-либо негативные факторы, допустим, это природные, стало вдруг веско холодно, либо же у соседа появилось заболевание на его растениях, то тогда обработку можно проводить примерно один раз в неделю. То есть тогда, когда растению нужно, когда у него стресс, обработку можно проводить чаще, вплоть до одного раза в неделю. Действие длится примерно неделю. Ну и точно уж, когда нужно проводить обработку. Вот у нас в мае было очень много теплых дней и очень много холодных ночей. И вот когда вы по прогнозу услышали, что предстоит холодная ночь, вот именно тогда можно выйти и предварительно обработать растение таким раствором. Флакончик на 3-4-5 литров. Если же вы уже прошляпили это время и вышли утречком во двор, а там замерзшая роса и не на траве, то можно провести реанимацию своих растений такой обработкой. Мне кажется, что я довольно подробно и понятно описал эту ситуацию с салициловой кислотой. Вспомните, как важно очень четко следовать инструкциям гормональных препаратов для человека, вплоть до принятия их по времени. Поэтому не нужно переусердствовать и рассчитывать на то, что если вы больше салициловой кислоты внесете к растению, то иммунитет его будет постоянно на высоте. Все нужно делать с умом. Всего хорошего. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Всего хорошего.